Украинские и российские военные составили проект документа по отводу войск на Донбассе, а также выполнению остальных пунктов Минского протокола. Об этом заявляют в ОБСЕ. В организации отмечают, документ предполагает три стадии реализации, два дня тишины, вывод тяжелой техники и создание линии разграничения в течение 21 дня. Но по данному ОБСЕ, пока его обсуждают только с террористами ДНР. Вторая группировка обсуждений участия не принимает. Между тем, в штабе АТО сообщают, признаков изменения ситуации на Востоке нет. Ситуация в районе проведения антитерористической операции остается край сложной. Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военнослужащих, ведут в огонь по блокпостам, опорным и спостережным пунктам. Використовывают при этом минометы, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня в БМ-21 «Град». Сегодня наибольшей сложной ситуации склалась на Дебальтовском плацдарме. Там боевики неодноразово обстреляли наши позиции. В целом за день зафиксировано 22 таких обстрела. Найбільшая их кількасть засереджена в районе населенных пунктов. МИУС, Нікишина, Чернухина та безпосередньо в Дебальцево. Внаслідок обстрела мы маем втрати. Сила антитерористической операции в свою очередь наносят точечные военнослужащие удары по скупчению живой силы и бронетехники боевиков, а также по военнослужащим точкам боевиков. Украина недополучила от Донбасса 4 млрд грн в виде налогов. При этом занятые боевиками земли снабжаются газом и электричеством за счет средств, которые зарезервированы на соцвыплаты для этих территорий. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Война вбивает людей, война вбивает экономику. И российская военнослужащая агрессия уничтожает экономику, которую крайне сложно отновить. Вы видите, что происходит на Донбассе. Шахты разбомбили, вогилля нет. Залезницу разбомбили, у нас впали неимоверным размером обсяги транспортного и дохода Укрзалезницы. Мы не отримали доходов из Донецка и Луганске уже сейчас 4 млрд грн. Кажут, вы знаете, давайте отключить газ и электроэнергию. Замерзнуть. Умирают. Не по-людски это. Там наши люди, там старшие люди. Но есть другая сторона этой медали. И я отверто сразу заявляю, что мы не можем выплачивать пенсии, заработные платы и социальные пильги в Донецке и Луганске. Так как там, российские террористы полностью отберут все деньги. Рабочий вариант коалиционного соглашения обнародован на сайте блока Петра Порошенко. Документ уже вторую неделю разрабатывает представитель Народного фронта блока Петра Порошенко «Самопомощь», «Батькивщины» и «Радикальной партии». Напомним, ранее представитель объединения «Самопомощь» Анна Габко сообщила, после обнародования проекта соглашения о намеченных реформах будут согласовываться вопросы регламента, права позиции, сотрудничества между политическими силами. Полный текст коалиционного соглашения планируется подготовить до середины следующей недели. Россия уведомила США, что сокращает участие в совместной программе по обеспечению безопасности ядерных материалов на своей территории. Это может нанести значительный урон усилиям, направленным на то, чтобы не допустить попадания компонентов ядерного оружия в руки террористов или стран-изгоев. Бывший глава МИД Украины уверен, действия России разрушают мировую систему безопасности. На мой взгляд, такой глобальной системы безопасности не существовало. Были иллюзии. Агрессия России против Украины окончательно похоронила эту систему. Будущее не в том, чтобы рассказывать друг другу сказки, а в том, чтобы сформировать минимум одну большую западную цивилизационную систему безопасности, основу которой составят страны НАТО, ЕС, безусловно, Украина, а также несколько стран Азии, Австралии, Новая Зеландия. Американский конгрессмен Уильям Китинг уверен, Конгресс окажет всю необходимую помощь. Конгресс объединен в своей поддержке Украины. Мы должны продолжать оказывать давление на Россию. Мы должны также противостоять не только их агрессии, но и их пропаганде. Украина нуждается в материальной помощи, и мы надеемся, что она ее получит от обеих партий в Сенате. Владимир Агрызко утверждает, Украине стоит ждать позитивного решения о предоставлении оружия от США. Берлин – самый веселый город мира. Такой вывод сделали исследователи. Для этого они проанализировали 17 самых популярных туристических сайтов. Всего в исследовании приняли участие 1800 городов. Критерии оценки качества ресторанов, баров и достопримечательностей. Берлин привлекает дешевым пивом и отсутствием в барах последнего заказа. На втором месте по степени веселости – Лондон. Туда туристов привлекают в том числе ночные клубы и концерты. Третья позиция досталась Парижу.